Для марки Мини настало время перемен. В обозримом будущем компания планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на электротягу. А столь радикальное изменение содержания не могло не отразиться на форме. Образ будущего модельного ряда представили публике на примере кроссовера Мини Эйсман. Пока перед нами концепт-кар, но предполагают, что серийная версия будет отличаться не слишком сильно. Разумеется, преемственность прослеживается с первого взгляда. Сразу понятно, что это именно Мини. Но и отличия очевидны. Для создания нового облика марки придумали дизайнерскую философию Charismatic Simplicity. Это можно перевести как харизматичная простота, но лучше не стоит. В оригинале звучит более красиво и также бессмысленно. Как и в любом концепт-каре, многое сделано ради красивой картинки. Это и багажник на крыше в виде британского флага, хотя идея интересная, и световые элементы на панели, заменяющие радиаторную решетку, да и сами фары, которые на Эйсмане созданы не столько освещать дорогу, сколько поражать воображение зрителей промо-роликов. Интересно, что в интерьере по идеологическим соображениям не используют естественные материалы. Вместо кожи применяют инновационные разновидности текстиля. Посмотрим, хватит ли у Мини принципиальности поступить также серийной версией. Помимо круглого дисплея в фирменной операционной системе на базе Андроида, внимание привлекает полное отсутствие приборной панели. На самом деле она есть, но существует только в виде проекции на переднюю панель. Для дорожного автомобиля решение спорное, а вот крупные для такой машинки 20-дюймовые колеса и ручки, утопленные в двери на современный манер, останутся и на конвейерной версии. Кстати, о габаритах. Длина машины 4 метра, а раз так, то серийный Эйсман будет не заменой, а младшим братом для мини-кантримена, который тоже ждет смены поколений и тоже может превратиться в чистый электрокат, во всяком случае на европейском рынке. А еще новинка может заменить в модельном ряду хатчбэк Клабмен, у которого наследника пока не предвидится. К сожалению, о технической начинке концепта пока не сообщают ровным счетом ничего. Уверенным можно быть лишь в том, что ставка сделана на электрическую силовую установку. Вообще для мини радикальная смена имиджа не впервой. Вспомнить хотя бы 2001 год, когда концерн BMW сумел дать вторую жизнь выдохшемуся британскому бренду. На фоне тех событий нынешние перемены не столько радикальны, но наверняка тоже пойдут марки на пользу. КОНЕЦ КОНЕЦ